Первые 2-3 метра у этих коконов они считаются непривособыми, потому что в основном верхний слой запутан. Ковраткаши это не используется, ну и не выбрасывается. Вытягивается, первые 2-3 метра вытягиваются, откладываются в сторону, но это потом встаем в текстильные терминаты, там их перерабатывают и изготавливают ткани, шелковые коконы. Вот таким образом сейчас массы покажут, а потом покажут, как раз мы делаем. В текстильных коконбинатах из них ткани изнахладывают, одеждающие, принёжшие, бассейнеры. Да, бассейнеры хорошие качества. Можете попробовать? Да. Далее вытянуты пропускаются через крюши. Через тату, что его дает вам парабан, в процессе уже заканчивается, размахиваются. Далее вытянуты пропускаются через крюши. Минимум с одного кокона, так скажем, да, указывается, вот с этого кокона сколько лет на пенце нужно? 50? 200? 200. С этого кокона можно минимум вытянуты 2000 метров. Пократка от двух до двух с половиной тысяч метров вот с этого кокона можно вытянуты. Минимум с каждого кокона можно вытянуты 500-600 метров. Вот, как они разматываются до конца, остается вот такая прозрачная оболочка, остается. Вот здесь тоже есть. И вот эти личинки, которые мы успели выбраться из этой цепи, они тоже были вибрацией. Это раньше местные населения использовали для упаковления. Сюда. В хозяйстве. А последние четыре года мы их продаем во Франции. Во Франции их нельзя. Из них косметику изготавливают. В каждой хорошей французской косметике это используется. Это протеины шелкопрям. Шампуны, крема, маски, бамбутная помада и так далее. После того, как шелк разматывается, снимают с барабанов, он будет на ощупь вот таким жестким. В отличие от шерсти шелк в форме, опять же. В нормальные красители шелк всегда очень плохо. Быстро не видно. Поэтому, чтобы окрасить шелк, используйте химические красители. После чего они вот такие мягкие становятся. Это, в свою очередь, скручивается.